Он называл себя представителем нечистой силы и был недалек от истины. Ведь именно Георгий Милляр запомнился нам по всем сказочным фильмам, особенно гениального режиссера Роу и многим другим, где он играл злодеев, Кащей Бессмертного, Бабу-Ягу, Водянова и играл гениально. В 1939 году Георгий Милляр впервые сыграл свою знаменитую Бабу-Ягу. Это был фильм Василиса Прекрасная. На эту роль пробовали самые знаменитые и известные актрисы, даже Фаина Раевская. Но никто не подошел. Сам Милляр говорил, не женская эта роль. Какая же актриса позволит сделать себя такой страшной на экране? Следующая совместная работа вместе с режиссером Александром Роу У Георгия Милляра была работа в фильме «Кащей Бессмертный». Съемки фильма проходили в Алтайском крае и в Душанбек, куда эвакуировали в киностудию. Милляр переболел малярией и весил чуть больше 40 кг. Он такой был худой и страшный, что его не пришлось даже гримировать. Сам он говорил, что он такой страшный, что его боятся даже лошади. Георгий де Милляр родился в 1903 году в семье француза и дочери золотопромышленника. У меня была зажиточная и богатая. У них была огромная квартира в Москве, которые после революции им оставили только одну комнату в коммунальной квартире. Отец умер рано, когда Георгию было всего 3 года. В 1914 году, во время Гражданской войны, мать отправила Георгия в Геленджик к своему деду. У них там тоже был дом. Надо сказать, что Георгия воспитывали в гувернанке, учили языкам. Это была очень интеллигентная и образованная семья. У деда в Геленджике он после окончания школы устроился бутафором в театр местный. Так как он был бутафор, на одном из спектаклей заболела актриса, которая играла роль Залушки. Ее сыграл Милляр. И все были в восторге, никто даже не понял, что играл роль мужчина. Это было начало его актерской карьеры. Позднее он переехал в Москву, поступил в театральную студию. Но его все-таки актерская карьера случилась тогда, когда он встретился с режиссером Роу. Личная жизнь актера. Первый раз Георгий Милляр женился в 20 лет. Но этот брак был неудачный и очень быстро распался. Потом он всю жизнь прожил со своей мамой в коммунальной квартире в Москве. А женился он уже в 65 лет, когда его мама умерла. И женился он на соседке по коммунальной квартире. Но этот брак оказался очень удачным и счастливым. И вместе они прожили почти 20 лет. Всю жизнь Георгий Милляр сочинял небольшие басни, шуточные стихотворения, придумал афоризмы и рисовал шаржи. У него даже была своя знаменитая тетрадь афоризмов, которую он называл «Веселый алфавит». «Веселый алфавит» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова